Яков Пузур Яков Пузур Яков Пузур Яков Пузур И вы знаете, что она дальше сказала? Она говорит, ну слава Богу, я знаю, Иисус его исцелит. Он еще будет жить, он еще придет на собрание. И я после, когда мы уже ушли, сестра Галла, вы это не знаете, я говорю супруге Даши, говорю, слушай, она это сказала, когда муж уже, ну врачи не дают никакого шанса. Я работаю в больнице, И по всем диагнозам, что за вас брат Яков писали, ну простите меня, может быть у меня вера маленькая, я уже думал, ну все, наверное уже, ну если Бог его исцелит, это уже чудо из чудес. А сестра говорит, жена его, нет, Бог исцелит, я знаю. И вот сегодня мы видим брат Яков здесь, церковь молилась, семья молилась, и Бог явил такое чудо, слава Господу. Я хочу прочитать несколько стишков, это записано в 21 главе, и мы прочитаем с 28 стишка, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной. 28 стих. У одного человека было два сына, то есть Иисус приводит такую притчу. И он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня по работе в винограднике моем. Но он сказал в ответ, то есть сын отвечает государю, сын отвечает отцу, не хочу, а после раскаившись, пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже, этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. И здесь Иисус задает вопрос, который из двух исполнил волю Отца? То есть эта обстановка такая была, когда Иисус зашел в храм и начал учить. И вот были первосвященники, священники, они задали вопрос, говорят, Иисус, какой властью ты имеешь делать все, что ты делаешь? Творить чудеса, учить. Иисус там задал вопрос, говорит, а Иоанн, Иоанново крещение, Иоанн пришел, он откуда, с небес или от человеков? И они здесь не знали, как ответить, если мы скажем с небес, Он скажет, почему вы не верите тогда Ему, а если от человеков боялись народа? И они говорят, мы не знаем, и здесь Иисус говорит, я тоже вам не скажу, откуда у меня власть. И здесь Он приводит такую интересную историю, что был человек, был отец, и у него было два сына. Этот отец, государь, он был довольно богатый человек, имел, наверное, несколько, может быть, сотен акров виноградника. И вот он говорит, я допускаю мысль, здесь не написано, но я думаю, он обращается к старшему сыну и говорит, сын, вот сегодня утром пойди поработай в моем винограднике. А этот сын говорит, пап, ты не вовремя меня спрашиваешь, сегодня у меня день запланирован. Я планировал заниматься там своими делами, может быть, встретиться с друзьями, да. Но прошло время, и я допускаю мысль, этот сын на протяжении дня думает, подожди, я неправильно ответил отцу. Я сказал, что я не буду этого делать, я не пойду работать, но все-таки мне нужно это сделать, потому что почтение отца, послушание, это важно. И то, что отец в моей жизни сделал, я должен это сделать. И вот дальше описывается, что все-таки этот сын, раскаявшись, то есть покаялся, осознал свою ошибку, и он все-таки пошел и сделал эту работу. К концу дня я допускаю мысль, когда сын возвращается и говорит, отец, прости меня, я согрешил, погорячился. Я сказал, я не буду делать эту работу, но все-таки я исполнил. Ну, отец говорит, молодец, я очень рад. А вот еще один сын, как мы прочитали, опять же, я допускаю мысль, это, наверное, младший сын, которому отец говорит, пойди в мой виноградник, поработай. А сын говорит, хорошо, отец, нет проблем, я пойду, я это сделаю. Но мы как читаем, он пошел, ну что, он сделал? Нет, он не сделал. И тогда я допускаю мысль, опять же, вечером, когда приходит сын домой, и отец спрашивает, сынок, ты все сделал, что там ты пообещал мне в моем винограднике? А сынок говорит, пап, нет, я не сделал, понимаешь, у меня планы изменились, я планировал это сделать, но я этого не сделал. И здесь Иисус задает вопрос, какой сын исполнил волю отца? Тот, который пообещал и не сделал, или тот, который не пообещал, но сделал? И, конечно же, здесь отвечают, они говорят, конечно, тот первый, который, хотя он не обещал, но он сделал. Сегодня, друзья, я хочу поговорить на одну такую интересную тему, которую я назвал «Прокрастинация или просто лень?» Может быть, для кого-то это слово «прокрастинация» звучит первый раз, может быть, кто-то знаком, кто-то незнаком, это слово вообще в русском лексиконе появилось где-то в 70-х годах, чтобы более точнее, в 1977 году. Оно произошло из латинского слова «про» значит «для», «крас», «завтра». На английском языке, я думаю, молодежь знает «прокрастинация», да, есть такое слово. То есть значение этого слова, когда человек откладывает определенные или жизневажные дела на потом. Я не знаю, вы встречали таких людей, которые откладывают всегда на потом. На потом, потом на завтра, завтра на потом, и вот так у них жизнь в таком направлении идет. Если вы не против, я вам покажу один наглядный пример. Не против? Никита, можно тебя пройти сюда на сцену? Вот в нашей жизни, давайте я вот это немножко уберу в сторону, просто покажу такой пример. Вот, Никита, ты утром проснулся, и ты хочешь прочитать Библию. Но потом ты сказал, я опаздываю в школу, я прочитаю ее вечером, да? Бывает такое. Вот раз. Никита, скажем, попросила мама с папой, чтобы он сделал какую-то домашнюю работу, по дому попылесосил. Никита сказал, я это сделаю, но я это сделаю попозже. Не в этот день, может быть завтра, суббота еще впереди, так что я еще успею. Потом Никите нужно выучить стих к субботе. Он тоже решил, что он это сделает попозже, да, Никита, скажем? Ну, мы знаем, Никита такое не делает. Кстати, он учился у меня в классе, он был один из пунктуальных студентов, так что мы просто показываем пример. Еще какие-то планы у Никиты. Или, скажем, родители попросили, чтобы он помог братишке или сестренке, и он еще это отклал, сказал, ладно, я в следующий раз это сделаю. Тяжело нести? Тяжелее? Друзья, я перечислил там четыре, да? А представьте, давай я тебя отпущу. И благодарность Никите, все, спасибо. Мы знаем, что Никита, конечно, не откладывает в своей жизни все дела. Но, друзья, а теперь представьте, когда в нашей жизни мы откладываем жизни в важные вещи на завтра, на потом, на послезавтра, на следующий месяц, на следующий год. И таким образом у нас собирается такой багаж. И мы потом несем этот багаж с прошлого в будущность, забывая, что даже есть сегодня. Существует настоящее. Просто несколько примеров. Однажды один мне человек обратился, говорит, я не люблю мою работу, кем я работаю, мне нужно поменять работу. Я говорю, ну ты начал искать работу? Он говорит, ну еще не начал, мне нужно сделать, как здесь в Америке, резюме, да, аппликейшн. Мне нужно это, но я еще не заполнял. Ну как ты хочешь, чтобы это у тебя изменилось, если ты еще не принял никаких, скажем, действий? Или человек хочет взяться за правильный образ жизни или здоровья? И как принято здесь в Америке, называется New Year Resolution, да? Когда человек ждет до 31 декабря, потом с 1 января он начинает новую жизнь. И вот таким образом люди откладывают свои жизни. Один день, второй день. И вот так происходит годами. И сегодня, наверное, спросит кто-то, хорошо, Алекс, то, что ты сейчас говоришь за прокрастинацию, да, когда человек откладывает, не является ли это ленью? То есть фактически, если человек каждый раз откладывает разные дела на позже, на завтра, послезавтра, разве это уже не лень? Лень отчасти. Я, наверное, вам так скажу. Лень и прокрастинация – это как два двоюродных братьев. Человек, который часто в своей жизни откладывает, и вот эту имеет прокрастинацию, в один день он может оказаться ленивым. Но все-таки между ними есть разница. Прокрастинация имеет свойство то, что человек хоть он откладывает, но все-таки он это сделает. Но человек, который ленивый или лень имеет свое свойство, человек не имеет никаких намерений это сделать в своей жизни. Однажды я разговаривал с одним человеком, он говорит, ленивых людей не существует. Существуют люди, которые не заинтересованы. Он говорит, вот человек ленивый, скажи ему, я дам тебе миллион долларов, и он будет тебе исполнять работу. Я говорю, ты дай ленивому миллион долларов, он вообще не будет работать. Он говорит, нет, ну серьезно, если вот человеку сказать, вот исполнишь работу, я дам тебе миллион долларов, то есть покажешь, он будет работать. Я говорю, ну, здесь уже есть разница. Есть здесь люди, которые живут ради выгоды. Они ради выгоды работают, ради выгоды женятся, ради выгоды в церковь ходят, ради выгоды Богу служат. Я больше могу сказать, ради выгоды детей имеют, ради выгоды отношения строят. То есть это две разные вещи. Давайте я вам так скажу. Ленивым людям даже не нужен миллион долларов. Может быть, кто-то не согласится, но я прочитаю несколько мест из Библии, потому что Библия очень-очень много говорит о лени. И смотрите, я вот прочитаю несколько стишков. В притче 26 глава, 13 стих. Ленивец говорит, «Лев на дороге, лев на площадях, дверь ворочится на крючах своих, а ленивец на постели своей». Представьте, да? Ленивец лежит на кровати и кричит, «Лев на дороге, на площадях, дверь ворочится». Можно сказать, сейчас ветер подует, дверь упадет, а он лежит у себя на кровати. Я не знаю, чем занимались ленивые люди в то время, но сегодня, наверное, смотрят телевизор, тикток, да, инстаграм, тому подобное. Смотрите дальше. «Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых отвечающих обдуманно». Вы заметили такую тенденцию, что ленивых людей не мотивирует страх? Лев гуляет, дверь еле висит, он даже не встанет в своей кровати. Ленивый человек, ему даже лень ложку, скажем, супом, себя накормить. То есть он ленится. И дальше, как тут написано, он даже мудрее семерых отвечающих обдуманно. То есть это тот человек, который знает все, и никто ничего не знает. Я читаю следующее, притча, 6 глава. «Премудрый человек, Соломон пишет так, «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатву пищу свою». Соломон говорит ленивец, посмотри то, что Бог сотворил у этой природы, что муравей сами по себе уже заботятся. «Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». Возможно, сегодня кто-то сейчас задумался или думает, «Алекс, о чем ты говоришь? Ты, наверное, говоришь о всех таких вещах житейских. Нужно говорить о духовном. Мы же все-таки в церкви, да? Я не знаю, если кто-то об этом думает. И вообще, может быть, кто-то задумался, как это может влиять на нашу духовную жизнь. Если человек откладывает дела или, может быть, ленится что-то делать, как это может повлиять на мою духовную жизнь? И вообще, может ли она повлиять? Друзья, я хочу сказать, что может повлиять абсолютно. И повлиять не только на духовную жизнь, а сформулировать нашу духовную жизнь. Прокрастинация или лень, они напрямую могут стать преградой или барьером, чтобы Божья воля совершилась в нашей жизни. То есть, когда мы в жизни откладываем какие-то вещи, существует в нашей жизни, как здесь уже в Америке говорят, синдром прокрастинация, да? Когда у нас есть вот эта прокрастинация. Она может создать такой барьер, что Божья воля может не исполниться в нашей жизни. Ну, давайте я скажу так. Если человек откладывает ходить на собрания, в эту субботу не пошел, в следующую и планирует пойти в следующий год, как может Божья воля совершиться в жизни такого человека? Если человек откладывает каждый день чтение Библии, утром планирует вечером прочитать, вечером планирует утром прочитать, я не знаю, если у кого-то такое было когда-то, но я вам правду скажу, в моей жизни раньше было такое. Когда я утром просыпаюсь, я не успеваю, думаю, вечером прочитаю, вечером уже поздно, надо ложиться спать, утром прочитаю, вот так год за год, год за год. Как человек такой может ожидать, чтобы Бог совершил свою волю в его жизни? Когда человек откладывает день поста и когда человек откладывает, может быть, примириться со своим ближним, то есть таким образом человек строит барьер между Богом и между собой, чтобы Божья воля совершилась в его жизни. Сегодня я хочу кратко показать три аспекта или три воли Божьей, которые Бог хочет, чтобы они исполнились в нашей жизни и как все-таки это может повлиять. Первое место я прочитаю откровением 3 глава 20 стих. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним и он со мною». Иисус говорит «Се стою у двери и стучу нежным стуком, я стучу в твое сердце, я хочу войти в твое сердце». Обратите внимание, Иисус не просто говорит «Я хочу войти в твое сердце и все». Он говорит «Я хочу войти в твое сердце и буду вечерить с ним». То есть «Я останусь в твоем сердце». То есть первый пункт или первый аспект это принятие Иисуса Христа в жизнь нашу, в наше сердце. То, что человек посещает собрание, то, что он ходит на собрание, может быть, больше скажу, что он является членом церкви, это еще не значит, что он впустил Иисуса в свое сердце. Я прочитаю второе место, 2 Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают и медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Иоанна 3, 16, всем известен стих, где написано «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Принятие Иисуса Христа, потому что Господь хочет, чтобы каждый человек наследовал жизнь вечную. И как мы предсчитали, что Иисус стоит и стучит у двери. Я знаю одного человека, одно время мы даже общались, который ходил в церковь, вырос в верующей семье, но по разным причинам он ушел из церкви. И на протяжении времени он делился разными историями, как попал в тюрьму, чудом его, несколько раз даже, однажды его просто даже отпустили из тюрьмы, попадал в аварии, попадал в разные случаи, происходило очень много случаев. Я ему говорил, Бог просто творит чудеса в твоей жизни, Бог стучится, Бог хочет тебе сказать, что возвратись, то есть Бог хочет привлечь тебя к себе. И он это осознавал, он говорит, Алекс, я понимаю, что Господь меня зовет, я понимаю, что то, что в моей жизни происходит, Бог призывает меня. И он всегда откладывал, он говорит, я следующий раз, следующий раз. И вот так, знаете, год за годом он откладывал, откладывал. И случилась одна, я бы, наверное, назвал это просто катастрофа. Нет, он еще живой, он живет, все у него хорошо. Но катастрофа произошла в том, что Иисус больше не стучит в его сердце. Он настолько ожесточился, он настолько ожесточился против Бога, против верующих людей, что он даже не хочет ни с кем общаться. Мы знаем, что Бог дает покаяние. Я надеюсь, я молюсь, что Бог все-таки еще раз постучит в его сердце, и он все-таки ответит на этот стук и откроет свое сердце. Но Иисус больше ему не стучит. Он несколько раз пытался каяться, но ничего не происходит. Бог забрал этот дар покаяния, перестал стучать в это сердце. И человек это уже осознает. Я верю, что у него есть шанс на спасение, но если только Бог проявит свою благодать, Иисус начнет стучать в его сердце. И поэтому, когда в нашей жизни мы откладываем вот такие вещи, на завтра, послезавтра, если в нашей жизни стучит Иисус Христос, друзья, открывайте дверь, открывайте дверь и не откладывайте, даже на один час, и может быть поздно. Второй пункт совершения Божьей воли в нашей жизни. Я прочитаю Деянием 2 глава 38 стих. Петр же сказал им, покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежат обетования и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Написано, покайтесь и получите дар Святого Духа. Вторая воля Божья, которую Господь очень хочет, чтобы в нашей жизни совершилось, это чтобы мы получили дар Святого Духа. Крещение Духом Святым это неповторимое, наверное, можно сказать, то, что человек может в своей жизни пережить, это то чувство, это Дух Святой, который дает силу, утешает, учит, открывает будущее, дает дары, обогащает надеждой. Смотрите, я прочитаю Римлянам 15 глава 13 стих. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира вере, дабы вы силою Духа Святого, еще раз, силою Духа Святого обогатились надеждою. Оказывается, Дух Святой дает нам надежду, и это та надежда, которая порождает в нас радость, это та надежда, которая порождает в нашей жизни мир. Ведь можно в жизни жить во время мирное и не иметь мира, во время изобилий и не иметь радости, и вот Дух Святой это дает. Я очень много в моей жизни испытал, когда был в таких обстановках или обстоятельствах, когда я не знал, как ответить. У меня не было ответа, но я знал автоматически, что я молился на иных языках, я получал ответ. Я уже как-то это рассказывал, может быть, около месяца, двух месяцев тому назад, моя супруга Дарья ехала домой, это было поздно вечером, здесь на Старке 181-й она остановилась, и человек впереди машины вышел, ну, получается, он по тротуару ходил, и он вышел на дорогу и стоял с пистолетом, прямо впереди ее машины, горел красный светофор, и она говорит, все, что я могла подумать, только сказать, господи, я не готова умирать, и просто говорит, как будто вот мои уста вот связались, я ничто не могла думать, говорит, я смотрю, человек стоит впереди меня с пистолетом, но она говорит, я одно знала, что я начала молиться на иных языках, я начала молиться Духом Святым автоматически, я даже не думала, что молиться, о чем молиться, как говорит, он начал ходатайствовать, друзья, это Божья воля, чтобы в нашей жизни это совершилось, чтобы мы были запечатлены этим Духом Святым, какую силу он имеет, я помню, несколько лет тому назад, уже мы это говорили, к нам пришел человек в пятницу вечером, просто был одержимый, и мы когда подошли, начали общаться, у него были разные такие высказывания, он видел кого-то, и мы здесь с братьями начали молиться, и один из братьев начал молиться на иных языках, и в конце он сказал, во имя Иисуса Христа повелеваю выйти тебе, человек получал освобождение в секунды, это первый раз я пережил такое, я вам скажу, на первый раз мне было немножко страшно, но это сила Духа Святого производит вот это, иногда мы, наверное, недооцениваем это, я раньше понимал, или, наверное, насколько я понимал, что Духом Святым я могу только молиться, вот когда мы становимся и молиться, но прошло время, и я понял, что оказывается, я могу Духом молиться и в машине, и на работе, даже когда я на работе у себя работаю, я могу молиться, буду молиться, буду молиться Духом, то есть апостол Павел говорил об этом, и ты можешь постоянно молиться, и он ходатайствует за нас, и если в твоем сердце есть это побуждение, действуй, молись об этом, не откладывая это на завтра, на послезавтра, и я знаю людей, которые откладывали, они говорили, я не готов, я еще, я еще не знаю, если я готов пойти или сделать этот шаг, и прошли года, и человек так и не был крещен Духом Святым, и потерял желание, третий пункт, это будет уже последний пункт, я прочитаю, Деянием, 10 глава, 47 стих, кто может запретить креститься водою тем, который, как и мы, получили Святого Духа, задается вопрос, и велел им креститься во имя Иисуса Христа, потому они просили Его пробыть у них несколько дней, то есть здесь вопрос стал, как язычники, которые поверили, как им нельзя было быть крещенами, и здесь он говорит, если, кто может запретить креститься водою, если они получили Святого Духа, я читаю Матфея, 28 глава, где Иисус заповедовал так, «Итак, идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века, аминь». 1 Петра, 3 глава, 21 стих, «Так и нас, ныне подобно сему образу крещения не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Богу, и которому покорились ангелы и власти и силы спасает нас». Вы, наверное, догадались уже третий пункт, которая воля Божия, или Бог хочет, чтобы его воля совершилась, это принятие вводное крещение. Большинство из нас уже это сделали, но у нас есть еще очень много молодых братьев, которые, и сестры, которые принимают классы, занимаются этим, планируют принимать. Кто-то еще не решился, но я хочу еще раз сказать, это Божья воля, и Он хочет, чтобы в нашей жизни это совершилось. И если человек это откладывает, говорит, я еще не готов, я это сделаю в следующий год, и потом из года в год откладывает, он проходит время, потом просто говорит, уже поздно, или это становится уже, скажем, для человека не так важно, может, как было важно когда-то. И поэтому, как я уже сказал, прокрастинация или просто лень, но вот эта прокрастинация, она может повлиять, что человек потом просто забывает и не заботится об этом. Как все-таки нам решить этот вопрос? Если в моей жизни когда-то Христос стучал, и я не открыл Ему дверь, а сказал, завтра сделаю. Или, может быть, когда-то я ревновал, чтобы получить духовное крещение, но опять же, может быть, я не получил на первой молитве, и я потом сказал, в следующий раз я это сделаю. Может быть, я отклал принять водное крещение, или, может быть, я впустил Иисуса в мое сердце, я принял водное крещение, но я еще не крещен нам Духом Святым. Как это исправить? Как это сделать? Или просто житейские, домашние задания, которые, может быть, мы откладываем, или просто чтение Библии, совершение поста, ходить на собрания. Как с этим справиться? Я просто дам три маленькие, три совета, и мы будем уже молиться. Я думаю, первое, человек должен осознать. Помните, мы прочитали, где в притче Иисус сказал, что тот сын, который сказал, не пойду, но потом, раскаявшись, то есть, он осознал, что неправильно своему отцу сказал. То есть, первое, мы должны осознать. Я должен осознать, я, Алекс, должен осознать, что у меня есть эта проблема. И, друзья, у меня была эта проблема, и я вам правду скажу, отчасти есть, иногда я сталкиваюсь, когда иногда откладываю какие-то вещи, которые нужно сделать сегодня. Есть такая даже поговорка, да, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. То есть, первое, мы должны осознать. Второе, я думаю, хотя здесь много предлагают, или, если вы посмотрите онлайн, разные рекомендации, ходить психологами и тому подобное, врачам, мое предложение это просто молиться, обратиться к Господу, сказать, Господь, ты видишь, что у меня сложности, ты видишь, что я хочу читать Библию, но я откладываю на завтра, послезавтра, следующий месяц, следующий год. Я недавно разговаривал с человеком, я говорю, почему ты не участвовал в вечере Господней на Пасхе? Он говорит, ну я не был готов, я в следующий раз это сделаю. Я говорю, ты уже третий год откладываешь, а если твоя жизнь сегодня прервется? Ну, человек откладывает, но человек не осознает даже, что он делает. И вот первое, как я сказал, первое, осознать, второе, обратиться к Господу и сказать, Господь, помоги мне. И третье, это обратиться за помощью. Может быть, у вас есть близкий или родственник, брат, или сестра, может быть, кто-то из служителей. Кому вы можете стать подотчетным? Вы можете сказать, брат или сестра, я очень хочу ходить на молитвенные собрания, но как всегда у меня не получается. Помоги мне, когда будет мне очень сложно, я тебе позвоню и скажу, я хочу идти на собрание, но у меня нету желания, подскажи, дай мне какое-то слово, чтобы подтолкнуть меня или motivate me, или encourage me, чтобы человек, который позаботился, дал, наставил, поддержал. Кому-то вы бы могли все высказать, и он выслушал и сказал, приходи на собрание. Или, может быть, ты садись и хочешь почитать Библию, но у тебя нету желания ее читать. Кому-то, чтобы ты обратился, может быть, создать с кем-то вместе, где ты можешь собираться читать Библию. То есть, кому-то быть подотчетным. Мы все подотчетны нашему Богу. Но это может быть отец, это может быть мать, это может быть брать, сестра, братишка. Кому-то подотчетным, чтобы кто-то поддержал нас в этом деле. Три просто простых совета. Осознать, молиться, просить у Бога помощи и попросить у кого-то из близких помощи, чтобы быть подотчетным. Давайте в этой молитве помолимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok